Осторожно не провалитесь, уже проваливались туда. Далеко ходить не надо. Уже на втором адресе участники рейда откопали два колодца. Рядом со школой на улице Минская опасные ловушки были прикрыты ящиками и снегом. Мимо них ежедневно проходят сотни школьников. Это не люк, но размер примерно как люк. Ребенок запросы дохнуть. Под снегом вообще не видно. Уполномоченный по правам ребенка Татьяна Загородняя и отцовский патруль в рамках проекта «Территория детства» проверяли улицы Энгельса на безопасность. Причем некоторые участники рейда рисковали и сами, пробираясь по наледи и снегу на шпильках. Здесь с нами представители администрации. Сейчас уже прошли звонки от представителей администрации. Люки эти закроют немедленно. Нам обещали, что мы обратно поедем. Уже ни одного открытого люка не будет. А на улице Полтавская с проблемой справились. Два колодца закрыли. Хотя местные жители, говорят, во дворе периодически продолжают пропадать крышки от люков. Виктория не отпускает руку сына во время прогулки. Особенно когда зимой под снегом дети бегают. Ужасно. Приходится за руку даже водить. Во дворе у нас часто бывает, что люки открывают и не закрывают. А куда-то жалуетесь? Писали мы несколько раз в управляющую компанию, но они отписываются, говорят, что это не их. Открытыми люками наш регион прославился на всю страну. Весь этот год в Саратове дети проваливались в колодце и получали травмы. Один ребенок даже погиб. Но до сих пор эта проблема остается открытой. Надежда Новикова, Роман Шельдяев, Саратов, 24.